я не исключение полистарь самодостаточный еще процветет красивый такой шарик даже получился это для штамба позеленили я никого не слышу и никого не вижу симпатичность оставила на углу не знаю спасет это меня не спасет буду сажать торф немножечко стянется а посадила полистар sky fall как мохито всем привет с вами екатерина у нас такая интересная сейчас погода где дождь сменяется дождем и перерывы между небольшие но даже в них я пытаюсь как-то пересаживать что-то изменять в своем саду переделки пересадки и сейчас начала грандиозную работу своей розовой клумбе в одной и небольшой части но не успеваю покажу что я там делала что посадила какие розы отсадила и у меня очередная желанная новинка в сад когда мы начинаем заниматься гортензиями больше их изучать то находим какие-то новые очень красивые сорта которые конечно нам хочется снова и снова приобретать и сажать в свой сад и я не исключение очень хотела искала метельчатую гортензию полистар и я ее нашла очень довольна покупки это гортензия отличается чем ну во первых своими компактными размерами она может достичь высоты до 50 сантиметров столько же в диаметре ну и прирост ее в год до 20 сантиметров здесь даже видно по между узлеем какие они маленькие небольшие засветает это гортензия одной из первых в июне сначала это белые цветочки потом сменяются на нежно-кораллово-розовые потом становится темно-розовые даже вот сейчас сентябре приобретают такой темно-бордовый оттенок ну здесь у меня уже цветочек отцвел такой коричневатый смотрите какой хороший саженец мне достался достаточно взрослый трехлетний самодостаточный то есть вот уже взрослый кустик будет расти в моем саду сначала я эту гортензию хотела посадить в контейнер и чтобы она украшала у меня террасу но передумала не хочу ее засушить или залить и тому подобное все таки в открытом грунте любому растению расти намного комфортней там не будет переизбыток влаги лишняя влага при дождях она уходит в соседние участки земли и что касается засушливой погоды здесь также если даже вы редко приезжается достаточно полить и она быстро восстановится в контейнере может пересохнуть ком вообще и растение пропасть поэтому чтобы не потерять такой драгоценный саженец а такого сорта гортензии полистар я ее все-таки буду сажать в открытый грунт в клумбу покажу куда хочу ее определить и пока есть возможность хочу показать вам как выглядят мои метельчатые гортензии сегодня 22 сентября метельчатые гортензии очень хорошее дополнение вот осеннему саду когда холодает когда по большей части дождливо они усыпаны своими яркими соцветиями ну вот так выглядят гортензии мои сейчас хочу подойти каждый и показать это метельчатая гортензия sunday фрайс которая растет второй год моем саду в этом году выдала много побегов но содержится с цветением я думаю успеем посмотрите как открываются ее соцветия очень красивые цветы и внутри вот эта точечка фертильного цветочка она окрашена в розовый цвет сейчас такой при раскрытии лайма вы немножечко оттенок и сразу белеют цветочки вот которые пониже допустим вот здесь вот они таки белесые на макушечке вот окантовочка цветочков розового цвета очень красивая гортензия шершавый листик зеленый но так как у нас холодно видите начинают желтеть и опадать листочки ну я думаю она конечно еще процветет метельчатая гортензия киушу красивая до сих пор я соцветия у нее на зиму не срезаю никогда не срезала все это делаю весной и она не страдает от больших осадков снега во-первых цветочки смотрите они уже опустились коричневеют в большинстве своем где-то еще есть белые ну вот соцветия которая недавно распустилась вот такое нежное это метельчатая гортензия имеет такое свойство ремонтантности то есть она снова и снова пускает новые побеги которые заканчиваются соцветием вот просто каждый нету пустого побега да если есть такие гортензии более капризные то это не киушу киуша очень такая отзывчивая хорошая гортензия благодарная так скажем и вот эти цветочки они коричневеют чуть позже они вообще будут блестеть на солнце такие золотом переливаться мне очень нравится она и они видите не густо набитые такие рыхленькие вот здесь наверное хорошо видно поэтому под тяжестью снега они не ломаются очень хорошо стоят ну а над снегом возвышаются вот эти золотые соцветия мне очень нравится я показываю что вот она у меня зимует соцветиями но это красавица метельчатая гортензия пинки-бинки всем известная которая имеет такой острый кончик у соцветия вот уже окрасилась свои такие вишневые оттеночки и даже кончик видите кое-где только светленький вот это вот молодое соцветие тоже открывается очень красиво и сразу окрашиваться начинает так как у нас холодно у меня гортензии очень быстро поменяли свой цвет все-таки здесь у меня как-то холоднее я так понимаю потому что когда показывают белой гортензии до сих пор в середине сентября ну я не верю мне уже давно начали окрашиваться возможно что возле леса у меня участок недалеко находится у нас прохладнее или речка недалеко но мои гортензии очень быстро меняют цвет вот это метельчатая гортензия на штамбике вот так вот раскидисто она смотрится мне так и больше нравится нежели я бы связала это все в один букет вот это естественно какая-то красота необычная держится сверху немножечко вот покоричневели были заморозки но посмотрите какой цвет какой красивый лаймовый цвет внутри цветочка и окантовочка розовая вот с обратной стороны где соцветия спряталась вот верхних холодов от заморозков да вот такая вот красивая как же мне это гортензия нравится ну и вот даже вот так вот смотрят вниз вот эти соцветия которые более низко расположены они конечно меньше пострадали от небольших наших заморозков у нас буквально это было один раз но холодные ночи очень холодные гортензии это чувствует но все равно выглядит хорошо несмотря на это скидывают активно свои листики видите желтеют влаги им конечно хватает так как у нас дождь за дождем вот видите портится ну какие плотные густо набитые соцветия вот здесь вот больше розового уже цвета с обратной стороны зелененького и мало какой тут еще соцветия посмотреть вот эти которые самые низкие посмотрите какой цвет ну какая же это красота супер вот такие мои два штампика думала один отсадить но не сказали не трогать они так хорошо смотрятся красивый такой шарик даже получился я скажу что не просто штамп да и наверху куст а вот какой-то шарик из соцветий это моя гортензия геркулес посажена недавно и все таки я буду делать с нее штамп еще не освободилась ее место обязательно освобожу и сразу пересажу ну а сюда у меня уже есть клиент тоже гортензия вот такая вот красивая смотрите какой цветочек у нее тоненько-тоненько розовая окантовочка и фертильный цветочек в центре уже с такой розовиночкой ну конечно они были немножко и подсушены у меня поэтому видите высыхают цветочки по низу соцветия ну и плюс не было ни единого листика в общем если такую гортензию купили то сразу можно формировать штамп вот такая гортензия это для штампа что я буду здесь делать убирать вот так вот это соцветия оставлять смотреть или скорее всего один уровень почек то есть вот только вот здесь оставлю почечки здесь буду все убирать то есть их выламывать ослеплять чтобы не росли побеги и не обезвоживали растения ну а здесь сколько она выпустит три или два побега я их конечно прищипну при появлении трех листиков вот когда три листика появились над первым прищипываем и тогда уже в первый год у вас будет пышная крона если три побега прищипнуть то у вас сразу будет шесть в первый год и наша прищипка что даст метельчатой гортензии отнесет срок цветения примерно на две-три недели ну другие гортензии будут раньше украшать штамповая форма которую формируется в первый год будет украшать немножечко позже но она конечно зацветет я так формировала свои штамбы и поэтому они у меня густые очень густые вот посмотрите очень быстро сформировала но буду опускать крону чтобы меньше разваливалась если я обрезала на две почки от междоузлия то в следующем году буду конечно обрезать на одну почку уже кустик пышный и мне не нужно чтобы все просыпались и раскидывались здесь у меня такой уголок когда в первой половине дня небольшая тень от хвойных растений вот которые очень здесь взрослые такие и моей вот гортензии канделайт очень нравится а это горела на солнышке у нее прям листик белел и опускался я ее поливала снова снова поэтому пересадила в это место и думаю здесь этой гортензии будет комфортно но я не знаю ее сорта очень много споров по поводу сортности будем определять следующем году ну вот она больше всех у меня повредила заморозками верхняя часть соцветия а обратная вот такая вот нежная покупала ее конечно как лаймлайт ну вот они у меня во-первых позеленили очень быстро потом быстрее всех окрасились потом не знаю смотрю у других светлые в других садах там другие области а у меня вот очень быстро окрасились вот такой здесь вот более насыщенный розовый цвет но все равно бледный и нежный темнее я так понимаю она не будет но здесь вот позеленела и от жаркой погоды а потом начала разоветь вот это с обратной стороны соцветия на видите как сверху ну даже с такими коричневыми соцветиями они уже смотрятся очень хорошо это метельчатая гортензия канделайт она очень схожа с гортензии пинки винки но соцветия более огромные вот я не знаю какая здесь ширина посмотрите на примере моей ладони огромнейшие соцветия и цвет мне кажется немножечко темнее вот он такой винно-вишневый очень очень красивая фертильные цветочки вот кончик еще цветет и посмотрите на эти листья листья гиганты это канделайт вот есть больше моей ладони такая вот канделайт это гортензия пинк даймонд я уже увижу ее красоту только в следующем году но смотрите что она надумала я смотрю что здесь идет соцветие и что это в конце почти сентября решила зацвести нарастила очень большой такой зелененький пышненький кустик посажены с маленького череночка такая зелененькая здоровая вот прям у него весна весной я скажу так или лето летом смотрите какая хорошенькая красивая гортензия этот уголок вообще оброс у меня множеством гортензии но все они конечно маленькие но вырастим в следующем году и будем цвести вот это полярный мишка все-таки пытается зацвести тянутся растут побеги и соцветия посмотрим конечно полного цветения и изменения цвета я уже в этом году не увижу ну а это метельчатая гортензия граффити уже соцветия вообще почернели стали вот без зелененького оттенка ну вот здесь вот видно и пускает побеги с почек вот вы видели она у меня была куплена практически без листиков вообще голые веточки и соцветия наверху а сейчас пускает вот такие вот побеги конечно жалко что же сделать но были листики оборванные да у меня магазине такая стояла надеюсь эти почки это первая почка это 2 это 3 я думаю ее обрезать над второй почкой надеюсь что это проснется но если здесь сейчас не вырастут побеги я думаю кустик будет все равно пушнее намного это моя самая большая розовая клумба где преимущественно розы посажены у меня в два ряда шахматном порядке но так как этот угол находится зрительно всегда виден с террасы я решила его как-то украсить чтобы и зимой здесь не только были укрыться какие-то еще другие растения поэтому решила все таки в во втором плане разбавить его хвойными растениями и посадила сюда тую спиралис пока оставила все побеги как есть конечно низ со временем буду оголять чтобы света хватало моим розам дальше посадила сюда forever gold и это узенький штамбик который будет расти у меня между двух климатисов и вот такую красоту сотворила это туя эрика эдес которая росла у меня под зерном сибирика там у меня два взрослых растения две туи были и одно место хватает а вторая я не рассчитывала на такие размеры начала упираться и что же там было делать мне нужно было отсаживать тую куда-то конечно же не дёрен дёрен пересадить невозможно вот сразу говорю как-то в одном месте у нас было мы пытались пересадить там такая корневая как металлические канаты вот просто и они настолько как глубокие так широкие пересадить ее невозможно конечно можно потерять растение кто понимается что дёрен пересадки не подлежит ну вот смотрите что я сделала со своей ту ей конечно я не хочу чтобы она тут заняла мне всю клумбу у меня клумба всего лишь шириной 2 метра плюс там еще полметра до забора до вот этого бордюра бетонного выдержала расстояние здесь метр посадила от бордюра эту тую ну и конечно не соголила процесс был длительный творческий я как всегда не взяла камеру когда я что-то обрезаю это надо видеть я никого не слышу и никого не вижу это очень интересно оголила ножки на высоту примерно сейчас около 80 сантиметров вот оставила такую шапку которая пусть растет вверх в дальнейшем я буду что-то смею формировать это ту я поддается формировки и стрижки очень легко пластично и обрастает быстро она мягкая такая приятная на ощупь плюс меняет цвет поэтому я хочу в этой клумбе чтобы фоном а вторым планом вот росли хвойные растения это то и растет большая мне как сказали видели и около пяти метров высотой ну не знаю пока у меня все малыши ну будем формировать конечно такую высоту я здесь ей не дам набирать вот так вот оставила три стволика все-таки она росла от одного корня ничего отделить нельзя было здесь было пять побегов 2 я убрала аналогичные по толщине оставила только три вот мне почему-то захотелось оставить три вот такая вот тут к красиво ну смотрите как она уже смотрится симпатично согласитесь там у меня рабочий беспорядок такой производственный процесс так скажем вот все что я обрезала с этой той вы только посмотрите какие огромные побеги но ничего страшного это ту я как я уже сказала очень хорошо переносит стрижку и формировку и вот это роза мария терезия я здесь ее оставила на углу на первую волну она вышла небольшой до метра высотой и мне нравятся ее цветы они густо махровые плотные и очень долго держат цветок там порядка недели поэтому эту розу здесь я на переднем плане оставила на вторую волну она вышла высота уже метр семьдесят нарастила много цветов ну не знаю про цветом мы или нет в этом году вторая волна у нас сильно задерживается и мне очень жалко розы свои очень жалко ну что ж поделать этот год у нас очень необычный и позднее лето и плюс какая-то необыкновенная жара для нашего климата поэтому буду стричь ее покороче не давать ей следующий раз такой большой расти смотрите дальше что я здесь надела ну убрала здесь пару высоких английских роз пересадил их в другое место ну а сюда уже насажала метельчатых гортензий вот это гортензия skyfall которая в принципе она растет невысокой до метр двадцати и я так планирую что она вот прикроет ножки моему клематису это клематис фуина таби белым цветом цветет очень красивый поэтому я думаю здесь и место достаточно так как ножки оголила у ту и свет будет и оттуда поступать и со стороны клумбы сюда на краешек я посадила еще одну метельчатую гортензию мохито вот такой небольшой саженец ну разрастется он имеет тоже компактные размеры около метра высотой я думаю они будут хорошо сочетаться с розами здесь у меня роза стефаница гутенберг которая цветет вот таким белым цветом кстати очень долго держит тоже цветочек компактные размеры поэтому я ее здесь на первом плане оставила в основном в этом розаре я оставила все очень сильные здоровые розы которые и меньше подвержены заболеваниям и очень пышно цветут вот значит здесь розочка рядом вот эти две гортензии с таким приглушенным зеленоватым цветом поэтому я думаю хорошо будут сочетаться ну и здесь же в ножки я подсадила можжевельник blue star голубая звезда мои недавние покупочки вот решила этот уголок кардинально изменить вот просто плюс ко всему у меня здесь очень глинистая почва сейчас после дождя не кажется что земля темная но на самом деле она практически желтого цвета поэтому все посадочные ямы заправляла вот торфа смесью для гортензии ну и конечно для хвойных растений начала выкладывать частично спонбонд и мульчировать почву дело в том что в этом углу у меня нашествие кротов это просто какая-то беда подымают здесь все поэтому смотрите что я сделала застелила спонбондом и край прижала камушками я противник вот камней потому как ну полоть между ними абсолютно невозможно они уплотняют почву проваливаются почва тяжелая под ними нежели под король ну и здесь на угол где наиболее активно у меня орудовали кроты положили вот такой огромный камень вот не знаю спасет это меня не спасет ну будем смотреть и начинаю высылать король сейчас тоже здесь кусочками буду выкладывать спонбонд и присыпать все присыпать ну и вот это вот вместо здесь у меня рос ли адрес фиолетовый очень красивый я его посадила за розой перед климатисом но так как это розочка стефания небольшая компактная то будет виден ли адрес ему место там в принципе хватает ну а на это место я хочу вот здесь ближе гортензии вот и уже как хвойная какая-то часть посадить свою новинку свою гортензию полистар мой я уже вижу как она здесь цветет посмотрите какие у нее сильные здоровые листы это гортензия росла в очень хороших условиях и света хватало и влаги и питания посмотрите вот для карликовой гортензии какие огромные листики темно-зеленого цвета вот сколько побегов и вот такой цветочек сейчас буду заниматься посадкой этой гортензии у меня здесь росли тюльпаны и здесь вот я почему-то когда сажала копала не нашла их видно они очень глубоко ушли в землю ну наверное весной увидим ну а эту гортензию сейчас буду сажать покажу вам как сейчас эту всю площадь я буду освобождать от коры вот можете видеть что здесь у меня в этой розовой клумбе спонбонда не было никогда в принципе сорняки появляются редко но появляется вот например такой мох мышанка так здесь вот у меня росли тюльпаны как бы мне их аккуратненько здесь выкопать или отсадить я не знаю так как я хочу здесь расстояние более метра между розами посадить по центру эту гортензию чтобы розочки ее не удушили вот здесь место вот тюльпанчики красивые были жирненькие наверное их тоже попробовать выкопать от коры и будем копать дождь не дает все опять мокрая дает мне тут порядок навести как надеюсь успею так как у меня время ограничено выкопала яму посадочную под гортензию и она находится в центре между розами здесь больше метра ширина поэтому думаю всем должно хватать место я мы достаточно большая вот вы видите по штыку лопаты что намного шире больше так как у наших гортензии метельчатых у них поверхностная корневая не очень глубокая но конечно рыхлый грунт под корневой должен быть поэтому перекопала там внутри убрала всю эту глинистую почву и взяла торфа смесь ну я ее конечно вот смотрите она очень сухая я ее предварительно сейчас смочу для того чтобы она хорошо опустилась так как когда она сухая она опустится спустя там неделю например а мне нужно чтобы я сейчас понимала как заглублять и как сажать гортензию поэтому легонечко вот перемешаю она будет небольшими комками ну то есть увлажненный и добавлю в посадочную яму будем продолжать сажать а я подготовила яму добавила немножечко туда торфа опять таки все перемешала и нужно примеряться я поставила гортензию чтобы понимать как это что будет нужна глубина еще или нет ну видите контейнер выступает но моя корневая вот она где я ее сильно заглублять не буду то сейчас достану с контейнером и буду сажать и что касается удобрений я буду добавлять калийное осеннее удобрение вот она такого красного цвета но попозже не в посадочную яму вообще питомники именно по гортензиям не рекомендуют добавлять удобрения при посадке осенью но опять таки если вы в почву добавляете какой-то перегной да то есть вот такой хороший жирный компост у меня его нет поэтому у меня только торфа смесь и моя земля я это все смешала чтобы грунт был более-менее рыхлый и влагопроницаемый а удобрения я добавлю по верху так как тут мне ее достать на в пакетике с такой корневой видите шикарно росла в земле вот какие корешочки так как и тут вот так развернуть вот даже видите получается глубоковато сейчас мы тогда добавим немножко земли но добавлю я конечно торфа смеси вот так вот какие корешочки какая красивая гортензия ну вот получается сейчас примерно чуть-чуть будет ниже земли уровня земли и все вокруг засыпаю торфа смесью вот она такая не мокрая и не сухая сбилась комочками значит увлажнена соответственно я ее могу потом хорошо прижать так засыпаю все вокруг то есть такой будет легкий грунт торфа смесь для моей гортензии и уплотняю опять таки руками и ногами гортензию не нужно уплотнять сильно потом все корешки сами разойдутся где надо главное хорошо полить надо еще идти за торфиком но смотрите вот еще мне надо присыпать торфа около двух сантиметров и вот теперь я добавлю горсть калийного красного удобрения здесь может две ложечки столовые поверх грунта это для того чтобы оставшиеся побеги которые не одревеснели вызревали ну соответственно лучше перезимовала вот так вот рассыплю и еще сейчас добавлю грунта поверх этого удобрения вот и посадила свою гортензию здесь и должно хватать место она же растет медленно и совершенно небольшие размеры и посмотрите я сделала бортики из своей земли ну это временно потом они конечно разровняются сейчас хорошо полью свою гортензию в несколько раз чтобы уплотнилась почва и не было пустот у корешков уже начинает укореняться он такая красивая такая хорошенькая видите как торф быстренько забирает впитывает влагу вроде бы не опускается но все равно если вы хотите сразу замульчировать то должно пройти не менее двух часов вы увидите как торф немножечко стянется опустится и уже смело тогда мульчируйте корой мелкой фракции сосновой или королиственницы нужно и помыться то пока сажала вымазала вот эти бортики но это временно пока вот я несколько раз полью можно еще пролить корневином или оксидатом торфа для лучшей укореняемости ну а эти бортики вот сейчас после нескольких поливов я их сглажу максимально и все здесь вокруг буду уже мульчировать корой ну а приствольный круг скорее всего оставлю вот я исправилась вместе с дождем помогал мне давал мне перерывы для отдыха закончила этот уголочек ломбы ну вот посадила полистар сначала думаю не буду мульчировать но замульчировала очень мелкой фракции коры даже с иголочками это будет перегнивать и даже подкислять почву давать дополнительно удобрения то есть это неплохо это даже хорошо и здесь все засыпала корой с понбон там застелила только вот этот небольшой кусочек все остальное у меня кора поверх земли так даже ходить намного удобнее вот что касается у меня здесь одна можно сказать глина и если прошел дождь ты проваливаешься в этой земле то по коре ходить удобно очень хорошая вещь это кора кто ее придумал молодцы ну вот такая малюточка у меня мохито также замульчировала skyfall сейчас наверное это смотрится не очень красочно и ярко но это осень будет снова лето и эта клумба заживет заиграет новыми красками друзья всем хорошего дня хорошего настроения до встречи в следующем видео